Казанский федеральный университет активно участвует в исследованиях, направленных на реализацию космических программ нашей страны. В университете функционирует приоритетное направление островы, благодаря которому многие лаборатории начинают работать сообща для решения актуальных исследовательских задач. Астрономы Казанского федерального университета объявили, что будут участвовать в создании российской системы навигации на Луне. Основой системы навигации станут световые лазерные маяки, которые планируются установить на поверхности естественного спутника Земли. Мы не только занимаемся лазерными маяками, мы пытаемся разработать систему ориентации и по кратерам лунным, то есть чтобы космический аппарат по ним мог определить координаты своей орбиты. Мы можем использовать другие источники, к которым опять-таки можно привязаться, те же самые звезды. То есть там много таких вот вариантов. Ну как бы делаем общую такую навигационную сеть, которая будет использовать всевозможные вот такие вот технические средства и средства, которые естественно на Луне имеются. Первый такой маяк Роскосмос планируют доставить на Луну уже в 2019 году. Он будет размещен на посадочном модуле станции Луна-25. Маяк будет использоваться для определения широт Луны. То есть эта система навигации создается именно для того, чтобы осуществлять полет станции вокруг Луны, планируется обитаемая станция. Прилунение осуществлять точное на поверхности Луны. Потому что сейчас точность прилунения, если вот допустим аппарат хотим куда-то вот, как вот на Земле приземлить, там прилунить. То там точность получается где-то эллипс 9 на 13 километров. Когда на Луне появится координатная сеть с точностью селеноцентрической привязкой, то можно будет более эффективно выбирать места для прилунения космических аппаратов, планировать маршруты передвижения экипажа пилотируемых миссий и выполнять другие навигационные задачи. Олег Ашин, Универньюс.